Успей за 3 секунды поставить лайк, если любишь сладкие арбузы. Итак, раз, два, три. Кто поставил лайк, тот молодец. Ну а мы сегодня с вами продолжаем играть в мобильные игры. И первая игра на сегодня это у нас Зуба. Всё, вроде карта как загрузилась. Давайте мы сейчас с вами соберём побольше оружия. И попробуем также, ребята, пару птичек ещё где-нибудь лутануть. Сейчас я посмотрю, может кто-то где-то в кустиках, либо здесь вот в хоромах прячется. О, оружие чуть-чуть получше у нас есть уже. Неплохо, сейчас ещё гранатку получше возьму. Ух, ребят, смотрите, кто тут есть. А тут у нас есть бот. Сейчас мы с вами, возможно, ребята, этого бота и уничтожим. Так, там ещё один бот, короче, подходит. Сейчас мы с вами тогда двоих ботов этих мочканём, и всё будет отлично. Так, щас, щас, щас. Давайте мы туда вот ещё гранатку бросим. Ага, эти боты, смотрите, они подходят. Ребят, нам главное, чтобы они нас не уничтожили. Если они меня вынесут, это будет очень-очень печально. Так, отходим. Последних пару выстрелов сейчас у нас произойдёт. Одного мы с вами мочканули, и сейчас, возможно, второго мочканём. Что ж ты будешь делать? Ну же, отлично, ребятки. Вот мы ещё одного с вами мочканули. Теперь давайте мы заберём всё вот это вот оружие, которое тут лучше всего... Которое поставалось тут после них. Оно намного получше будет, чем моё. И смотрите, какое крутое оружие у меня. Глядите, как я, ребят, буду сейчас выносить всех своих соперничков. Так, сейчас мы разобьём с вами вот эту вот преграду. Заберём ещё золотую гранату. У-у-у, вот это крутяк, ребята! У меня две аптечки, у меня суперкрутое оружие. Я думаю, что сейчас где-то я уже начну наносить повреждения своим соперничкам. Я надеюсь, ребят, что мы с вами возьмём хорошее какое-нибудь место. У нас очень хорошие шансы для того, чтобы это место взять. Сейчас я выйду, наверное, уже отсюда, с этих вот зданий, с этих вот хоромов. И будем продвигаться ближе к центру, наверное. Нам нужно на открытой площади находиться для того, чтобы сдалека, если что, мы с вами могли бы отстреливаться. Потому что если в кустиках кто-то будет, он нас может прессануть, так как у Никса очень мало здоровья. А если мы с вами будем вот тут, в принципе, на открытой вот такой вот местности где-то бегать, то ничего страшного не произойдёт. Я вижу, что тут вот снаряды другой Никс бросает. Тут два Никса, походу, либо... Ну, один точно Никса, другой я не знаю кто. Что за перс? Сейчас мы с вами заценим. А, здесь его уже нету. Чё, вы, наверное, вынесли его, да? А нет, вот этот маленький Никсик, и мы с вами сейчас его, возможно, уничтожим. А может и не уничтожим. Давайте вот сейчас попробуем его. На! И! Ну, стреляй! Ну, нет, не хочет, ребят, стрелять почему-то. А вот так вот. Ух, ничегошеньки себе, ребята, как мы его бомбанули-то! А я вынес, представляете? Вот первый Никсик был, который... Наш соперник, и мы его с вами мочканули. Неплохо. Вот здесь вот где-то в кустиках можно схорониться. Пока что подождать. Может, кто-нибудь придёт за этой вот аптечкой. Нет, никто за аптечкой пока, к сожалению, не приходит. А вот тут вот у нас махач. Тут у нас бак сражается. О, мы с вами ещё бака, по-моему, мочканули. Ещё кого-то сейчас, возможно, мочканём. Нет, пока ещё не мочканул я его до конца. Это был Ларри. Вот это кто был, ребят. Это был, короче, маленький Ларри. Ого, отходим! Отходим! Снарядами стреляем! Тут всех мы прессуем вообще мощно! Ещё, возможно, мы сейчас бака мочканём. А вот тут ещё, короче, Никс есть. Ребят, представляете, какой плохой Никсик-то, а? Он меня тут прессовал, прессовал. Чуть было не кокнул. О, мы с вами бака мочканули. Хорош. Хорош-хорош. И тут, наверное, ещё сейчас я Моли вынесу. Ну уже. Добил я Моли, нет? Нет, наверное, Моли сейчас аптечку, короче, излутанёт. Да, у Моли сейчас аптечка есть. Но это ничего страшного. Она ему вряд ли поможет. Давайте мы с вами попробуем тут ещё одного Никса вот мочкануть-то. Кидаем гранатку. Гранатка рванула. Очень даже круто она рванула. И добиваем! Хорошо, ребята! Я это, конечно, не добил, но где-то до половины здоровья у вражеского Никса снёс. Так, вот тут вот ещё кто-то с кем-то сражается. Сейчас мы кому-то поможем, наверное. Гранатку ещё одну. О, отлично, ребята! Отлично! Хороший. Вот у нас тут последний выстрел. И нет, не мочканул я. Ё-моё, да тут Моли, оказывается, ещё очень круто сражается. Всё, ребята, Моли больше не сражается, круто. Потому что мы его с вами кокнули. А тут вот у нас ещё Никс один есть. Давайте мы этого Никса с вами добьём. Нет, пока что ещё не добила. Возможно, Ларри сейчас добью. Так, восстанавливаем себе здоровье. Ну же, ну же, ну же! Да, вот последний, ребята, тут Ларри остался. И мы его уничтожаем. Круто, ребята! Мы с вами уничтожили абсолютно всех. 10 килочков, представляете? Я совершил 10 килочков за моего маленького Никса. Ребят, если вам нравится зуба, обязательно пишите об этом в комментариях. Следующая игра на сегодня это Роблекс. Итак, сегодня в Роблексе мы с вами будем играть в Lucky Islands. Здесь у нас есть наш Skyblock, наш островочек. И на этом острове мы с вами выживаем. Давайте мы для начала с вами попробуем посеять, наверное, пшеницу. Для того, чтобы она у нас уже росла. Выбираем пшеницу. И вот это вот поле мы сейчас с вами полностью засеем. Ну, или практически полностью. Ещё одной пшенички нам не хватает для того, чтобы ещё посадить вот этот вот кусочек. Но это ничего страшного. Мы с вами скоро насобираем денег и купим пшеницу. И сможем засадить её. Также давайте мы соберём с вами черничку. У нас тут уже две черники есть. И сколько хлебушка. И шесть колосков хлебушка. Чернику и хлебушек мы с вами сможем продать. Одна. Отправляемся мы тогда с вами как раз таки вот в этот вот портал. И тут в этом вот портале сможем это всё продать. Также попробую ещё и рыбки поймать. Для того, чтобы побольше денежек заработать. Итак, ребята, вот у нас тут есть возможность продать нашу с вами честно нажитое непосильным трудом. Так, так, так. Подождите, ребят. Я, наверное, сильно далеко стал. Ну, давайте поближе подойдём. Да, вот смотрите, ребята. Я могу, в принципе, продать всю пшеничку за 30 монеток. Продаем. И давайте мы с вами тоже продадим две чернички за 22 монетки. Каждая у нас получается 44. Итого у нас 487 монеток. Я хотел купить морковку. А для того, чтобы купить морковку, мне нужно, по-моему, 500 монеток. Да, вот видите, мне нужно 500 монеток. То есть, ещё 13 монеток где-то нужно заработать. Давайте мы с вами возьмём тогда удочку и пойдём ловить рыбку. Сейчас я попытаюсь ещё немножечко рыбки поймать. И мы с вами, ребята, возможно, сумеем. О, отлично. Вот я, в принципе, одну рыбку уже и поймал. Если накоплю 13 монеток, куплю морковку, посажу морковку на своём острове. И можно будет потом, ребята, нам эту морковку выращивать и сдавать. Так, ладно, эта рыбка не хочет клеваться. Давайте мы вот так вот спереди её сбросим. Ай-яй-яй. Не так я немножечко стал. О, давайте вытягиваем. Вытянул я её, нет? Так, ребята, у меня две рыбки или одна? Две рыбки, видите? Вообще отлично. Я уже две рыбки поймал. Сейчас ещё давайте мы вот эту поймаем рыбку. Три рыбки, я думаю, мы с вами продадим. 13 монет их должны получить. Так, забрасываем нашу удочку. Клюй-клюй-клюй, рыбка моя маленькая. О, отлично, ещё одна. Хорошо, ребята, давайте мы сейчас с вами продадим всю эту рыбку. Что у нас тут есть за рыбка? Смотрите, все три разные рыбёшки. Ну, неплохо. Давайте сейчас мы это всё продадим. Посмотрим, сколько денег сможем выручить. Итак, эту рыбку давайте мы... Нет, не так, не так я подошёл. Так мне нужно это сделать. Итак, вот это вот у нас, по-моему, рыбка есть, да? Давайте продадим. Эта рыбки нету. Вот такая вот рыбка, ничего себе. Смотрите, за пять монеток мы её с вами можем продать. И, по-моему, вот эта вот рыба-клоун. Ребята, за 15 монеток, вы представляете? У меня уже есть 510 монеток. Это очень круто. Теперь я возвращаюсь к вот этому вот продавцу. И попробую я у него купить как раз-таки семена для морковки. Да что ж ты будешь делать? Близко, наверное, нужно подойти. О, всё. Вот мы с вами можем купить одно семя для морковки. Давайте мы его покупаем. И возвращаемся к нам на наш островочек. И сейчас эту вот морковку мы с вами посадим. Одну морковку мы с вами будем продавать, по-моему, за 50 монеток. Это самая дорогая покупка будет. Самый дорогой фрукт, либо овощ, который пока что у нас тут есть. Итак, мы с вами засеваем морковочку. Вот она у нас, ребята, уже скоро взойдёт. А мы с вами можем посадить вот эту вот пшеницу сейчас. Давайте мы с вами эту всю пшеницу сейчас ещё соберём и новую посадим. Всё, ребят, вот у нас тут посадена уже пшеница. Вот тут вот у нас посадена морковочка. И у нас вот тут вот будет расти наша черничка. В следующий раз, когда мы с вами зайдём, попробуем это всё собрать и пойти его тоже ещё сдать. Возможно, приобретём себе какие-нибудь новые семена. Если вам понравилась эта игрушка, обязательно поставьте лайк. Ну, а теперь третья игра на сегодня, и это Бравл Старс. Здесь я хочу собрать ещё 50 кубков. Ну, даже не 50, а 43 кубка. И тогда у нас откроется новый режим Браул Болл. Поэтому мне нужно как можно больше сейчас кубков набрать. И лучше всего это делать за розу в одиночном столкновении. Поэтому выбираем розу, одиночное столкновение. И пошли, ребята, гасить наших противников. Сегодня мы с вами в одиночном столкновении, наверное, сыграем раза два. Первый раз это у нас будет роза. А потом, наверное, мы с вами поменяем. За кого-нибудь другого поиграем. Ещё не знаю за кого, но мы там с вами, я думаю, решим. Так, собираем один сундучок. Отлично. Вот тут у нас возможность есть ещё. Смотрите, сколько много сундучков подобрать-то. Ух, ничегошеньки себе! Ребята, глядите, сколько много сундуков я сейчас могу лутонуть. Вот это жесть! Ничего себе! У меня уже пять банок есть, оказывается. Привет, мой маленький эльпримчик. Так, отвали, 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 отвали. И пока что от меня. Мне нужно ульту зарядить. Ребят, как только я заряжу ульту, всё будет отлично. Так, вот тут вот у нас есть ещё одна банка энергетическая. Давайте мы эту банку с вами заберём. И вот добиваем эльприму. И оп, эльпримчика у нас с вами уже нету. Сейчас ещё одну эту вот я банку заберу. Ещё розу тут добью. Тут вот внизу ещё одна роза есть. Вот она от меня убегает. Но ты от меня никуда не убежишь, маленькая роза. Да, короче, хана. Забираем эту ещё банку и добиваем эту розу. Так, так, и последних два ударчика. Всё, розы больше, ребятки, нету. И мы тут в финале будем сражаться с Барли. Так, превращаемся мы в мощнейшего монстра и добиваем этого Барли. Отлично, первое событие за нашу розу мы с вами выиграли. Взяли 10 кубков. И теперь сколько у меня этих кубков? Сейчас мы с вами тоже заоценим. Теперь у меня 117 уже кубков есть. Отлично. Давайте сейчас мы с вами поменяем бойца. Ну, я даже не знаю, кого взять. Давайте возьмём Шелли. И тоже попробуем здесь же, в этом самом событии, тоже взять первое место. Ну, по крайней мере, первую тройку хотя бы мест попробуем взять. Так. Где наши банки? Я вижу, что тут вот уже Эльпримо. Тусит. Так, нам надо, ребята, подальше от этого Эльпримо держаться. Потому что он в ближнем бою очень-очень силён. Сейчас мы с вами давайте вот это вот, возможно, лутанём сундуки. Парочку штучек ещё, да? Так, отлично. У нас уже с вами есть возможность лутануть. Так, ещё вот это. Давайте мы разобьём. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Нужно эту энергетическую, энергетический напиток. Вот он, кстати! Мне повезло, ребята, мне очень-очень повезло. Собираем этот энергетический напиток. Здесь четыре человека. Сейчас мы с вами кого-нибудь мочканём. Вот уже тут у нас есть Пока, которого можно мочкануть. И мы его с вами добиваем. Хорошо. И вот у нас уже и столкновение. Ничего себе! Оказывается, я тут остался ещё кто-то. Ну, наверное, Эльпримо. Потому что здесь очень много было Эльпримчиков. Энергетический напиток. Давайте мы с вами для начала заберём. А, да, это у нас Эльпримо. Здравствуй, моя маленькая радость. Ха-ха-ха-ха. Бух! Отлично! Добиваем, добиваем! Да, ребята, мы с вами обратно. Самые-самые крутые. Два раза я сыграл в одиночных столкновениях. И два раза взял я первое место. У меня теперь уже 127 кубков. Ещё три победы. И у нас с вами открывается новое событие, которое называется Браулбол. Если вам понравилась игрушка Бравл Старс, поставьте лайк. Так, следующая игра на сегодня это Локи Крафт. Сегодня в Локи Крафте мы с вами продолжим строить домик, который начали в предыдущий раз уже строить. У меня уже готовый прям каркасик полностью весь, видите? Осталось тут вставить ещё стёкла. И осталось у нас тут, ребята, ещё сделать крышу. Пока что я крышу не знаю, с чего я сделаю, с каких блоков. Но стёкла вот можно уже, в принципе, вставить. Для того, чтобы вставить стёкла... Сейчас, ребята, тут периодически реклама всплывает. Мы это всё позакрываем. Короче, для того, чтобы вставить стёкла, мне нужно будет накопать песка. Вот тут песка, в принципе, хватает. И также мне нужно будет, ребята, ещё добыть булыжник для того, чтобы сделать печки. Потому что печек у меня тут нету. И, соответственно, нечем переплавить песок в стекло. Поэтому нам нужно с вами добыть ещё булыжник. По-моему, булыжника нету как раз-таки. Да, ребята, булыжника у меня нету. У меня тут есть просто деревянная кирка. Давайте мы с вами попробуем где-то этот булыжник найти. Ну, в принципе, я думаю, что этого мне уже хватит. И на две печки, и, возможно, даже на каменную кирку. Я могу себе каменную кирку сделать. Так, возвращаемся к себе в домик. Где наш домик? По-моему, он там вот на пригорке где-то был. Я уже даже потерял его. Ёлки-палки. А, вон он, вон он. Нашёл. Короче, сейчас я сделаю тогда две печки. Дерева пока у меня хватает. Пока, ребята, у меня будет переплавляться моё вот это вот стекло моё, песочек, то я, наверное, пойду себе, возможно, ещё дерево чуть-чуть раздобуду и попробую я, наверное, ребята, ещё кого-нибудь кокнуть. Потому что мне нужно что-нибудь есть, а еды тут очень-очень мало. Итак, вот наш верстак. Верстак мы давайте поставим в уголочку. С помощью верстака давайте мы создадим две печки. Одну печку, в принципе, я поставлю в уголку. Да, и другую рядышком тоже можно, в принципе, вот тут поставить. В эту печку давайте мы с вами загрузим шесть песков, ой, шесть блоков песка. В эту тоже шесть блоков песка. И сюда вот давайте мы с вами забросим вот этих вот четыре блока. А сюда мы с вами можем вот этих вот шесть уже тогда забросить. Ну всё, ребятки, в принципе, у нас всё, что хотели, мы, всё получилось. Единственное, конечно, что мне, наверное, не хватит просто-напросто ресурсов для того, чтобы пережить эту ночь. Поэтому придётся, наверное, ночью всё-таки ещё охотиться. Ну, я сейчас, короче, вставлю хотя бы стёкла тогда. Когда наступит ночь, у нас уже будет стёкла, будет у нас примитивный домик. Я думаю, что в этом домике можно будет схорониться. Пока схоронимся, а потом, возможно, насобираем ещё шерсти, побольше, сделаем себе кроватку и начнём наше полноценное выживание. Также я сейчас ещё и пару покелом, наверное, сделаю. А то тут скоро будет очень-очень темно. Итак, заходим сюда, забираем и тогда наши стёкла. Тут три стекла, тут четыре ещё стекла. Так, Дени, семь штук. Вот у нас наши стёкла, семь штук. И давайте мы их вставляем. Короче, два вот тут вот сейчас мы вставим. Одну сторону прикрыли, эту сторону мы тоже с вами прикрыли. Сейчас ещё вот тут вот давайте прикроем. Так, тут ещё два есть. Один, два. Всё, ребята, мне, в принципе, стекла должно хватить. Да, всё, стекла мне хватило. Теперь я могу сюда ещё добавить пару брёвнышек для того, чтобы у нас с вами были угольки. Что мне не нужно? Ну, деревянный меч, ой, деревянный топор мне, в принципе, уже не нужен. И, возможно, деревянная кирка. Мне тоже уже пока не нужна. Ну, лопата точно не нужна. Вот сейчас у нас уже один есть уголёчек. Сейчас с помощью этого уголёчка я создам первые уже факела. Четыре штучки. Эти четыре штучки мы с вами поставим в нашем домике для того, чтобы полностью тут всё осветлить, для того, чтобы в дальнейшем тут выживать. Ну, что ж, ребята, наше выживание в Локи Крафте начинает уже более-менее мне нравиться, потому что у нас уже есть домик и первые вещи, которые позволят мне выживать. Если вам нравится игрушка Локи Крафт, поставьте, пожалуйста, лайк. Пятая игра на сегодня — это Red Bull 4. Тут мы с вами начинаем прохождение пятой миссии. За нас красный шарик. И вот, пожалуйста, уже до какого мы с вами добрались момента. Сейчас я попробую уничтожить вот этот вот ещё злой чёрный квадратик. Мы его сейчас с вами попробуем с помощью водички и с помощью... Оп! Перепрыгнем. О, отлично. С помощью водички и с помощью булыжника уничтожить. И вот мы с вами уже даже сохранились. Практически этот уровень уже и пройден. Сейчас пускай тележка ещё к нам подъедет. Мы с вами сядем на эту тележку, ещё одну звёздочку соберём. И этот уровень пройден у нас уже будет. Так, щас, 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 щас. Звёздочку собрали. И бу-бу-ух! Всё, ребята, этот уровень, эту миссию мы с вами прошли. Следующая у нас уже шестая миссия. Тут у нас уже, смотрите, какие рогатые блоки, да? Нам нужно будет этих вот рогатых блоков как-нибудь мочкануть. Блин, получается. И давай-давай! Что ж ты будешь делать? Я хочу вот этот вот подсобрать звёздочку вот эту. У меня не получается её собрать. Ну, хорошо. Надо, наверное, нам всё-таки будет мочкануть этот вот квадратик. И тогда... Нет, тогда не получилось. Давайте сейчас мы с вот этой стороны попробуем так вот запрыгнуть. Всё, теперь у нас звёздочка собрана. Мы с вами можем продвигаться вперёд. Вот тут уже новые злые квадратики, рогатые. Они очень-очень злые и очень-очень опасные. Поэтому желательно, ребят, чтобы их было тут поменьше. Но я надеюсь, что у нас всё получится. Итак, перетаскиваем вот ящичек сюда, потом ящик туда. И, о, ничего себе! Обратно у нас всё с вами получилось. То есть запрыгиваем мы на тележку и сейчас на тележке, наверное, будем кататься. Поедем, красотка, кататься. Ой, ещё одного сейчас мы квадратика с вами мочканули этого злого. У нас тут, правда, тележка есть. На эту тележку нам нужно, наверное, вот этот вот блок поставить. Ай-яй-яй, да что ж ты будешь делать? Сейчас, 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 ребят. Поставим этот вот блок. Отлично. Блок мы с вами практически закинули на нашу тележку. И теперь нам нужно подъехать влево, ой, вправо, для того, чтобы забраться ещё дальше. И эта миссия у нас тоже пройдена. Давайте ещё тогда одну миссию здесь пройдём. Будем играть уже в следующую какую-нибудь игрушку. Так, тут у нас есть злой призлой чёрный квадратик. Ай-яй-яй, он мне один разочек, ребятки, меня зацепил, оказывается. Так, раз и два. Всё, мы с вами мочканули. Тут больше ничего нету? Нет, здесь больше ничего нету. Нам нужно забраться на этот подвесной мостик. И с помощью этого мостика подпрыгнуть вперёд. Сохраниться. Уничтожить ещё вот этот вот злой чёрный квадратик. А-а-а! Как, я его что, не уничтожил? Блин, ребят, вы видели, я чуть было... Чуть было, я его не уничтожил, но... Но, к сожалению, он меня кокнул. Ладно. Двигаемся вперёд. Мы с вами эту миссию практически прошли. Так, а тут у нас что за миссия? Здесь нам нужно, наверное, пододвинуть квадратик. Квадратик, вот этот вот ящик, для того, чтобы взобраться на конструкцию деревянную. И потом подпрыгнуть. И всё, наверное. А нет, ещё не всё. Ого, а тут ещё квадратик. Тут ещё один злой чёрный квадратик. Хорош, мы его с вами уничтожили. И всё, эта миссия тоже пройдена. Ребят, если вам нравится игрушка красный шарик 4, поставьте, пожалуйста, лайк. Мы с вами дошли до восьмой миссии. Следующая миссия на сегодня это Томбек за золотом. Первонаперво давайте мы частично отстроим домик нашего Томика. Можно отстроить бассейн два раза. Сейчас один раз построим. И потом ещё один разочек. И также построим хотя бы один разочек ещё домик. Потом пойдём зарабатывать деньги, для того, чтобы можно было нам ещё что-нибудь новенькое отгрохать. И вот этот краский домик давайте мы и построим. Смотрите, он у нас получился двухэтажный. Неплохо. Три раза у нас прокачан домик. Три раза у нас прокачан уже получается бассейн. И теперь мы с вами за нашего Томика попробуем зарабатывать побольше деньжаток. Пойдём. Так. О, тут прикольное управление. Здесь управление очень-очень прикольное. Мы за нашего Томика должны будем собирать монетки. Подпрыгнуть. Подпрыгнуть. Это не монетки, это золотые слитки. И также мы с вами тут должны собирать другие всякие вещи. Например, там, чтобы далеко прыгать. Либо, допустим, шлем для того, чтобы у нас была ещё одна жизнь при ударе, при столкновении. Также мы с вами должны собирать вот такие вот сундуки. Потом мы их с вами будем со временем вскрывать. Вот у нас, видите, один сундук уже есть. Мы с вами его можем вскрыть себе. Так, хорош. Обратно деньжаток побольше нужно собрать. Ух, ничего себе. Прикольно, ребят. В следующий раз я попытаюсь уже открыть какого-нибудь нового перса. Возможно, Анжелу. Либо Бена, либо Хэнка. Ну, короче, посмотрим. Пока что играем только за Томика. Подпрыгнуть, собрать монетки. Ого, тут у нас машина уже едет. Эта машина может нас сбивать, ребята. А-а-а! Ху-ху-ху-ху! Повезло нам, ребят. Очень нам повезло. Я уж подумал, что мне хана. Но нет, не тут-то было. Всё у нас с вами вроде бы получилось. Ещё монеток побольше под нас собирать. Я уже рекорд свой установил. То есть я так далеко пока в этой игре не проходил. После того, как удалил, пришлось мне её удалить. И заново скачивать. И заново прокачиваться. Так. И вот у нас удвоение. Видите, ребят, как я и говорил, у нас тут дополнительные всякие иконочки тут будут. Которые нам нужно тоже подбирать. Мы с вами либо скорость увеличиваем, либо жизни себя добавляем. Либо тут у нас магнитик может быть. Ну, либо вот такое вот удвоение. Ай-яй-яй-яй-яй. К сожалению, ребятки, мы с вами врезались. Ну, ничего страшного. У нас с вами уже 8286 единиц экспириенса. Это 335 монеток и вот новый, пожалуйста, сундучок, который мы с вами вскроем. Через сколько он у нас вскроется? Через 6 часов. В следующий раз. А, нет, мы с вами даже один разочек бесплатно его можем вскрыть. И что тут у нас? Динамиты, магнитики и пару гемасиков. Ну, что ж, неплохо. В следующий раз, ребятки, тогда, когда мы зайдём в данную игру, я надеюсь, что обратно попытаемся мы восстановить частично домик и частично бассейн у нашего Томика. И также попытаемся заработать ещё больше деньжат. Если вам понравилась игрушка Томбек за золотом, поставьте, пожалуйста, лайк. Следующая игра на сегодня это Call of Duty. Изначально нам предлагают пройти обучение. Ну, что ж, давайте мы это с вами сделаем. Добрались мы с вами до автомата. И что, теперь у нас есть автомат, что ли? Нет, а, нет, пока я не подобрал автомат. А, вот, теперь у меня есть автомат и с помощью F я что могу менять? Ребят, получается, что с помощью буковки F я могу оружие менять, да? Это у нас первое оружие, это второе. Ну, пока у меня есть автомат, это неплохо. Что теперь мне нужно сделать? Теперь мне пройти нужно обучение. Мне нужно уничтожить врагов, оказывается. Так, а как их уничтожить? А, вот оно как. Прикольно. Ну, что ж, управление довольно-таки интересное. Буквка R это перезарядка. Понятно. Погнали дальше. Вот тут у нас ещё враги. Смотрите, ребята, тут двое аж. Одного мы с вами кокнули практически. А, нет, пока ещё не кокнули. А, мы с вами можем вот так вот прицеливаться. И тогда намного больше наносим урона. Вот оно чё, понятно. Ну, что ж, игрушка интересная. Надо будет в неё поиграть, наверное. Так, теперь нам нужно настройки настроить. Ай-яй-яй, ребята, что такое? У меня игрушка подвисла. Блин, короче, капец. Мышка пропала, игрушка подвисла. Наверное, это всё. Наверное, мы с вами наигрались. Капец. Ладно, придётся, наверное, заново её переустановить. Да, чё-то, короче, не пошла у нас Call of Duty. Придётся, ребят, ещё разочек её удалить. И новую поставить. Если она вам в целом понравилась, хотите, чтобы я в неё играл, поставьте, пожалуйста, лайк. Ну и самая последняя игра на сегодня это Clash of Clans. Здесь нам тоже изначально, наверное, придётся пройти небольшое обучение. Я, в принципе, знаю, что тут нужно делать, но без этого обучения, ребята, никуда не деться. Нам нужно выбрать место, где поставить пушку. Ну, давайте мы её поставим где-то... Ну, давайте вот тут вот и поставим. Пускай эта пушка будет прикрывать нашу ратушу и будет она прикрывать нашу с вами базу. Итак, сейчас на нас будут нападать орки. Видим, что из лесу выбежали орки. И эта пушка должна будет их, наверное, всех кокнуть. Ну, вот сейчас она одного кокнула. Сейчас ещё второго она тоже кокнула. И всё. У нас теперь есть защитница. Наша с вами пушка. Теперь нам предлагают провести хотя бы один бой. Вот у нас есть тут пять магов. Этих вот пять магов мы с вами должны будем разбросить полностью по всей карте. И эти вот маги должны будут уничтожить изначально вот эту вот пушку, а потом и вот эту вот ратушу. Это наше будет первое состязание. Да, маги это вообще, конечно, сила. У меня, кстати, их нету пока. У меня вообще ничего нету. У меня тут только лучники, наверное, будут и рыцари. И всё, и больше никого. Что мы с вами можем поставить? Хижины строителя. Мы с вами можем поставить две хижины строителя. И потом с этих вот хижин будут появляться работники, которые будут строить нашу с вами базу полностью. Итак, хижину строителя мы поставили. Теперь нам предлагают поставить сборщик эликсира. Давайте мы его где-то вот здесь вот поставим. Сборщик эликсира. А вот у нас тут ещё и денежки. Смотрите, сколько много есть. Отлично. Хорошо. И также, ребят, нам, наверное, теперь нужно будет ещё золотую шахту поставить. Давайте мы с вами тогда тоже её построим. А нет, ещё хранилище эликсира нам нужно поставить. Давайте мы его поставим здесь возле шахты. Завершить за один гемасик. И будем теперь то же самое сделать, но уже с золотом. Золотохранилище. Золотохранилище давайте тогда вот где-нибудь вот тут вот. А у нас с вами есть уже шахта по добыче золота. А вот золотохранилища не было. Но у нас теперь уже есть и золотохранилище, и хранилище для эликсира, и две шахты. Золотая и эликсирная. И теперь мы с вами можем построить уже казарм. И с этих вот казарм, скорее всего, что будем мы нанимать тогда воинов. Так, смотрим, сколько мы с вами можем воинов нанять. Пока что это самые первые вот эти вот воины, видите? Получается рыцари. Сколько я могу их нанять? 20 штук. 20 штук рыцарей я могу нанять. И вот они у меня тут уже готовы. Моих 20 рыцарей, которые сейчас будут сражаться. Первый мой бой будет. Я буду сражаться против гоблинов, наверное, в лесу. Итак, мне показывают, что мне можно вот так вот расставить, например, тут 10 штучек. И, например, вот тут вот 10 штучек. Отлично. Сейчас вот эту вот вышку мои рыцари должны будут уничтожить. Другие рыцари уничтожают ратушу. И таким вот образом, ребятки, первое наше с вами сражение выиграно. Сколько мы с вами получаем? Мы с вами получаем 500 эликсира и 500 монеток. 20 этих вот рыцарей у меня остались живы. Теперь мне нужно прописать мой ник. Давайте я буду называться Алнубик. Интересно, есть такой уже ник? А, нету, кстати. Вообще отлично. Ладно, ребята, если вам эта игрушечка понравилась и вы хотите, чтобы я и дальше в нее играл, обязательно поставьте лайкусик. Пока что на этом все. Ну, а в целом, сегодня мы с вами поиграли в 8 замечательных мобильных игр. Напишите в комментариях, какая из этих игр понравилась вам больше всего. Ну, а с вами был Алнубик. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok